Высокие технологии для школьников. В Волжске открылся Кванториум. В рамках нацпроекта образования на создание детского технопарка выделено свыше 20 миллионов рублей. Это уже третий подобный образовательный центр в республике. Собрать машинку из конструктора – это полдела. После ее необходимо запрограммировать на выполнение различных действий. Эту науку уже совсем скоро освоят в новом Кванториуме. Ученики Волжского городского лицея. Для учебы и реализации научных проектов школьников в детском технопарке создали два направления – естественно-научное и хай-тек. Цифровые лаборатории, новое оборудование появились в кабинетах – физики, химии, биологии, информатики и технологии. Теперь дети смогут заниматься робототехникой, 3D-моделированием и многим другим как на основных занятиях, так и после уроков. Мы все можем проверить. Да, загазованность. Да, да, все, что связано и с дыханием и так далее. Даже жидкости там, мутность раствора и так далее. Кванториум – это новая модель образования. Ее идея – дать возможность детям развивать свой потенциал еще со школьной скамьи. Здесь идеи новых изобретателей всегда поддержат. По словам министра образования и науки Мариел Ларисы Ревудской, внедрение новых образовательных моделей в регионе идет поэтапно. Так, например, в сельских школах открываются точки роста, а в городах – кванториумы. Буквально на днях в Ишкар-Але заработал Центр выявления одаренных детей Волгинчи. То оборудование, которым оснащаются данные центры, оно все очень совместимо между собой. Только каждый следующий этап введения вот этих новых инфраструктурных объектов усложняется и дает возможность ребенку, наверное, пробовать себя от самого простого до самых невероятных сложных вещей. Я приведу очень короткий пример, что когда, например, наши дети, позанимавшись в кванториуме и определившись, что их увлекает условно биология, что их увлекает почвоведение, они могут продолжить свои занятия уже в Центре для одаренных детей, выиграв конкурс, записавшись на программу и работать на таком сложном оборудовании, которого нет, но элементарно сейчас и в ряде научных лабораторий, которые занимаются изучением таких вещей. В кванториуме Волжского городского лицея появится возможность организовывать летние смены инженерных каникул. В штате технопарка 12 педагогов, и все они освоили работу на новом оборудовании. С Поволжским государственным технологическим университетом мы заключили договор о сетевом сотрудничестве в 2021 году. И именно для организации научных проектов, для организации летней профильной смены для одаренных детей по естественно научному профилю тоже. Профессора, доценты, все специалисты политеха приезжают к нам и помогают нашим детям в проектной деятельности, в дополнительном образовании тоже по физике, химии, математике, биологии. Все это тоже для наших детей безвозмездно. Также Поволжский политех обучил наших педагогов тоже на безвозмездной основе именно по знаниям робототехники, 3D-моделированию. Попасть в Кванторию может любой желающий. В рамках системы дополнительного образования записавшись через портал «Навигатор». В следующем году в Мырелло откроются еще три детских технопарка. Два в Ешкороле и один в Волжске. Главная задача таких образовательных центров – знакомство будущих ученых, изобретателей и технологов с практической инженерией.